нью-джаз или нью-джазик у этого жанра точно есть будущее в двадцать третьем и скорее всего далее а я в этом видосе покажу как его сделать и чем он отличается от ета бита и рейдж а если ты хочешь почаще видеть свеженькие жанры на канале то ставь видосу лайк любой бит состоит из трех вещей это драмка мелодия и басы в нью-джазике они все очень интересные начнем с мелодии нам нужны супер яркие сочные синты и для этого отлично подойдет серум ну или сотня других вы истечных темп таких битов на диапазон типа 130 150 я поставлю 143 я все буду делать в тональности ре минор и в нью-джазике аккорды могут идти поитовски то есть прогрессия 6 5 1 ну или например 156 или если непонятно то вот нотки ре минор вот первая ступень вот шестая ступень вот пятая ступень от них строим аккорды если мы построим от них аккорды то будет как-то слишком жизнерадостно потому что шестая ступень это мажор остальные минорные если так и надо то дописываем еще одну ступеньку получаем септ аккорда какой-то джазовое ощущение появляется не у джазик может быть и таким но я хочу более такого темного звучания так что можно просто вернуть обычные три звуча и удалить средний нот терции а первые нотки дублировать на октаву выше и абсолютно та же прогрессия стала уже звучать потемнее сейчас у нас первые два аккорда короткий третий день но мы можем растянуть мелодию в два раза вот этот аккорд сократите также зациклить два такта и получить и это все еще одна прогрессия аккордов мы уже получили кучу вариаций то же самое мы можем нарисовать последовательностью 156 есть еще прогрессия 167 то есть вот так и вот так если прописать простые три звуча то получается ну совсем жизнерадостно потому что вот эти два аккорда они мажорны что мы можем сделать с этим пошаманить терциями квинту и тонику мы трогаем подвинем терцию здесь так и вот так звучит супер напряженно но если мы покидаем их на разные октавы вот так квинту вниз и здесь квинту вниз эти аккорды легко подняли бы молот тора если вы понимаете о чем я потому что они звучат достойно и сюда отлично подойдет типичный рисунок мелодии если рисовать его по клеточкам то получится что-то типа 332 потом все это повторяется еще разу и конечно же начинается с фарш ложечка не совсем подходящий звук для примера но тут главный ритм а играть она может все что угодно например вот такое движение вниз или например движение вверх потом сразу же такое же движение вниз самое главное ритм для такого звука отлично подойдут паки типа адапты короче для рейджа хайпер попа вот такие для аккордов я возьму вот этот звук лид будет играть что-то типа теперь все это ровняем и потом на октаву ниже и главные друзья не у джаз продюсера это конечно же луперман гроз битп луперман луперман главный друг любого продюсер и главные друзья не у джаз продюсера это конечно луператор шейпер бокс гроз бит и прочие другие плагины короче такие комбайны эффекта я добавил вот этот супер яркий синт чтобы повесить него луператор в нем есть целая гора крутых пресетов которые можно долго перебирать и там очень много действительно годноты но у хороших производителей плагинов есть одна фишка они всегда делают очень крутой стоковый присел оператор как раз в их числе все круто кроме вот этой фигни мне это не нравится я нажимаю сюда и меня его просто на lp который вот такой же как здесь и вот этот синт он сам по себе уже немножко движется но я все равно кину на него шейпер бокс вот так если хочется чтобы звучало поплотнее это нужно вообще совершенно не в каждом бете иногда хватает минималистичного звука мы можем подложить на задний план какой-нибудь аккуратненький мягенький пэт копируем на него те же самые аккорды и жмем shift d чтобы сократить нотки если хочется еще больше движения то добавляем еще один сервум и надо какой-то яркий звук добавить пока это просто аккорды но добавляем шейпер бокс я вот себе выбрал приселись сердечком вот этот нет отправится мне особенно нравится как вот эти клавишки вот с этим взаимодействие с музыкой получается все но тут очень-очень жестко не хватает вас и сейчас мы его добавим на перед этим напоминаю что у меня есть видеокурс по битмейкингу fl studio 20 от а до я который отлично подойдет даже новичка то есть если ты ни разу не открывал of studio по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит видеокурс стоит 4290 рублей чтобы узнать о нем подробнее или его заказать напишите мне ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео так что напишите мне прямо сейчас закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки и басов у нас будет меньше чем синтов ну точнее 808 будет меньше чем синтов все звуки я взял из вот этого пока в этом паке целая куча всяких нюджазовых супер трэповых и подобных типичных звуков вот такие басы наберем им всем я покручу энвелоп просто чтобы они не накладывались друг на друга начнем вот с этого баса как самого узнаваемого и чтобы сделать звук более хаотичным можем добавить слайд на октаву вверх вот так вот на последнюю четвертиночку и вот тут уже начнется другой бас конце этих двух тактов будет играть он же потом следующие два такта начнутся тоже с него и сделаем более дерганом его вот так вот так и вот на этот короткий звучок тоже делаем слайд только на этот раз пониже где вот этот закончится начнется вот этот удун-дун да и вот на этом басе в конце мы сделаем жесткий слайд с c6 прямо на c4 короче все эти четыре баса вместе должны создавать единое такое эклектичное полотно а школа битмекинга одно видео одно новое слово в словарный запас и еще кое-что если тебе нравится это видео то самое время подписаться на канал нажми подписаться прямо сейчас а мы продолжаем ну и синтовый басец по корневым нотам аккордов и c пониже возьмем и к нему сейчас при лейлим более зубодробительный какой-нибудь звук то что нужно ну а теперь самое интересное это конечно же бит самое главное тут сбитый ритм то есть клэп например звучит своем стандартном месте но при этом можем добавить еще сбитых ноток и паттерна в четыре такта мало если например хай-хаты мы можем продублировать четыре такта на 8 то клэп лучше прописать на 8 тактов и хоть какие-то различия добавить пример пробежку вот такую сделаем и вот здесь вот еще одна пробежка маленькая на одной третий ритм хатов немножечко похож на дриловый но мне кажется совсем немножечко потому что он должен быть таким более диким что ли побольше всяких там дурацких пробежек вот таких звуки которые не совсем в ритм и на этом хате и на клэпе я не трогал высоту тона но в целом трогать ее можно потому что потому что почему бы и нет еще можно добавить ревернутый хай-хай каких-то местах типа и еще один хай-хай на котором уже будут пробежки и будем трогать в саду тона типа вот так и одна треть контролю и как-то возьмем вот это вот так и немножечко сократим типа до контрол б и здесь вот то ради чего я начинал записывать этот видос нарисуем иксик прикольно звучит и на этом можно было бы остановиться но я хочу прописать еще open head и конкретно на нем слайды типа вот так и сюда какой нибудь звук и к нему слайд нотку после этого супер короткий звук единственное правило которое могу выделить по поводу этого бита что все звуки не должны звучать в одном месте то есть не должно быть сильно каких-то нагруженных кусков и сильно разгруженных кусков все должно равномерно быть размазано по группу и финальный звучок он будет подыгрывать клэпу на каждый второй клэп вот так да ему мы пошатаем панораму как-то вот так вот так и вот эти звуки посильнее но если послушать отдельно без всего только ударку то как-то совсем ломано звучит но стоит добавить батец гармония и это наверное главное отличие от по крайней мере гиттайпа что тут гораздо интереснее и сложнее ритм я хочу добавить бонусный звук ну что хочется чтобы в начале какой-то был короче какой-то эффектик и взять я наверное смогу его в том же не джаз ките ваншоты идем настройки включаем ему арпеджио вверх 2 и слайд даже без эффектов прикольно звучит но 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 навешаю на него жесткий жесткий декабитатор потом выехала сначала ambience и теперь длинная выехала теперь осталось какое-то сведение и рандомная структура структура я добавил целых 2 fx а все сведение в основном это совсем совсем чуть-чуть аквализации но где вырезал mid в серединке чтобы освободить место ударным чтобы лид лучше читался накинул на него декабитатор на вот самых таких звуках я довольно сильно прибрал низ это нормально в данном случае на группу инструментов я закинул j37 со своим любимым пресетом и центр стерео чтобы немножко задрать сайт развернутый хэд я расширил стерео шейпером а хэд с пробежками по высоте тона расширила зоны майджера на мастер-канале newfoundland saturate и после него еще что-то добавлять особо пока не хочу если внесу какие-то жесткие изменения в битв с видосами в мастер то напишу о них в telegram канале у себя ссылка на него есть в описании там же можно будет послушать вот полностью готовый бит и вот такой получился биток вот такой получился видос если понравилось или узнал что-то новое то обязательно ставь лайк под этим видосом обязательно подпишись на канал если ты этого еще не сделал напоминаю снова что у меня есть видеокурс по битмейкингу фл studio 20 от адая который отлично подойдет новичкам узнать подробнее можно у меня ссылка на меня в описании напиши мне прямо сейчас и на это у меня уже точно все с вами был стас гардпрод пока увидимся в следующем видео это у меня есть вот и а и 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